Приветствую вас, дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Ну что, начинаю своё видео с наших любимых котиков. Спасибо вам за ваши комментарии, которые говорят мне о том, что нужно побольше снимать, чтобы наши котики попадали в кадр. Вот, исполняю вашу просьбу. Ой, ты моя красота! Ты позируешь нам, да, Пусечка? Одноглазик ты мой сладкий, ты нам позируешь. Ой, ты моя ласковая девочка! Она такая ласковая! Это единственная кошечка, которая всегда спит со мной ночью, в отличие от других котов. Они иногда, да не иногда, а очень часто устраивают гонки, когда я ложусь спать. И я вынуждена закрыться, причём подпереть дверь стулом, потому что Кузьма умеет открывать двери, прыгая на ручку. И вот весь квартет остаётся за дверью, а Пусечка, она всегда спит со мной. Она не участвует в их гонках, спит и на мне, и в ногах, и под рукой, и в голове. В общем, вот такая наша красавица, многострадальная наша кошечка, которую мы просто вытащили с того света. И она нам очень-очень благодарна. Вот. Сегодня у нас уже 13 февраля. Посмотрите, какой солнечный день. Уже который день у нас светит солнце. Ну, через день точно. Смотрите, как красиво смотрятся занавесочки. Вы, друзья, у меня уже просите сделать вам мастер-класс по вязанию и вот этой занавеске. Мне очень приятно. Это подстёгивает. Делать попетельные мастер-классы для тех, кому это нужно. А нужно, я так понимаю, многим. Мой мастер-класс по кайме набирает популярность. Вот буквально вчера прям был какой-то бум. Я очень рада, очень благодарна. Вы пишите свои отзывы. Мне бы хотелось, чтобы вы и в комментариях писали свои отзывы по поводу, как вам нравится мой мастер-класс или не нравится. Напишите в комментариях. Вам это ничего не стоит. Люди будут читать. И, может быть, поддерживать меня материально. Вот. Что теперь вот хочу ответить на вопросы по поводу вот этих вот экранов для батарей. Очень много было всяких советов. Ну, соглашусь с вами, что, да, красивее бы было, красивее, конечно же, сплести. Может быть, вот закрыть не тюлью, вот, или не тюлем этот экран, а джут, может быть, плетение какое-то. Да, друзья, всё это замечательно и хорошо. Но вы учтите, что это же не просто экран, это экран батареи. А батарея, это, ну, обогревает, это, так скажем, царица дома, которая обогревает жилище. Поэтому, естественно, здесь не весь материал подойдёт. Почему я использовала здесь тюль? Потому что он хорошо пропускает тепло от батареи. Поэтому я, скорее всего, ничего не буду здесь менять. Единственное, что мы сделаем, вот приедет Лёшик, он уже заказал. Вот здесь не буду, здесь так хорошо она сейчас держится. Сейчас подойдём вот к этой батарее. В общем, у меня возникла мысль, чтобы вот этот экран цеплялся не на батарею, потому что вот эта часть, ой, такая горячая. Боже, друзья, как же хорошо газовое отопление. Просто прелесть. Ушёл из дома, пришёл тепло, не надо кочегарить, не надо запасаться дровами. Красота. Я вчера ходила в Альборис, пришла и словила себя на мысли, как же это удобно, иметь газовое отопление в доме. Ну, у меня были и приоритеты при выборе дома, чтобы он был именно с газовым отоплением. Я нажилась в своё время в родительском доме, где было печное отопление углём. Это не уснуть как следует, чуть-чуть прозевал, растапливай, заноси, выноси золу, заноси уголь, уголь смачивай, в ящик накладывай, уголь с шахты привози, в сарай закидывай. Ой, друзья, это такая... это очень неудобно. Пыльно, грязно и неудобно. Ладно, отвлеклась от темы. Так вот, вот эта часть батареи, она, ну, самое тепло идёт вот отсюда. И вот у меня пришла идея, что если к стене вот сюда присобачить два кронштейна, ну, соответственно, с одной и потом с другой стороны, и на эти кронштейны повесить вот этот экран, чтобы вот эта часть вообще не закрывалась. Вот как сейчас. То есть, прикрыты все трубы, смотрится очень даже неплохо. И это будет и красиво, и тепло. Вот, Лёшек уже заказал такие небольшие кранчики по 15 сантиметров вот сюда. Вот, приедет, прикрепим их к стене, и экраны будут вешаться на эти кронштейны. Так, это я ответила вам ещё на один вопрос. Идём дальше. Идём дальше в наше сонное царство. У нас здесь вот Маруся возлегает прям на столе, на коврике. Вот, по тягушке. Она такая пушистая тоже стала. Она, между прочим, больше уже пузьки. И я вот смотрю по конституции её тела. У неё и лапки такие помощнее. У пусечки очень тоненькие лапки. Ну, она к нам и попала прям доходягой, можно сказать. Ещё бы день, её бы вообще не было. А Маруся вот сейчас поправилась. У неё такие мощные лапочки стали. Такая сорска распушилась. Она больше не плачет, кушать не просит. Она уже у нас даже мясо не ест. Ничего не ест, кроме сухого корма роял-канин. Молоко перестала ей давать. У неё очень сильный понос. В принципе, как и у её дочечки. Вот Кузьма пьёт молоко, у него нормально. А вот у этих нет. Видимо, тоже зависит. Ой, ой, потягушки. Как же хорошо, друзья, здесь на коврике лежать. Вот ещё коврики мне нужно делать. Теперь у меня ещё одна идея возникла. Подойдём к компьютеру. Я тоже вам, конечно же, расскажу о ней. Рядышком с Маруськой Монька. Кстати, смотрите, как, друзья, пригодился вот этот ящик, который я вытащила из сарая. К нему держится вот эта вот лампа цапля. Она мне нужна, когда я шью. Вот, потому что к столу её не очень теперь удобно прицепить. Там, ну, понимаете, там вот эта вот шторка закрывающая, да? Вот. Так что пригодился этот шкаф. Здесь вот ещё вот эти вот заброшенные проекты лежат уже все в шерсти кошачьей. Ну, и здесь, конечно же, Монечка спит рядышком. Всё, ты, хрюкалка моя. Всё там у тебя в глазике. Ой, ты мой, хрюкалка. Вот они, наши красавцы. Маруська и Монька. Ну, это вообще как будто как семья. Они вообще никогда не расстаются, да, моя сладкая девочка. Здесь шпулька спит, недотрога наша. Да, шпуля, спишь? Ох, уже не любит гладиться. Только тронь её, она сразу пойдёт сейчас. Не буду, не буду тебя трогать. Спи. Ну, и где-то, Кузьма, наверное, в ванной на тёплом полу спит. Они тоже там любят спать. Ой, идут комментарии опять по вот этим вот моим коврикам. А куда девать потом бумагу? Ну, друзья, имеется в виду, что здесь основание вот такая крафтовая бумага плотная для стен. И вот куда девать потом бумагу? Да никуда не девать. Это основа, друзья. Уже второй год использования этих ковриков, они всё как новые. Вот, уже устала, даже не отвечаю на такие комментарии, куда девать потом бумагу. В общем, оставляю их без внимания. Что, Монька, пришёл сюда, тебе это жарко там стало, да? Ой, жарко, как стало, Моньке. Жарко, да? Эти, мой сладкий. Ой, ну это вообще, вот это вот жизнь удалась, Лёшик его называет. Жизнь удалась. Ох, и удалась. Да. Ну, а теперь подобрались к самой главной теме вязания. Хочу вам, друзья, рассказать о впечатлениях о новой пряже, о которой я вчера рассказывала, которую я вчера выкупила в магазине Wildberries. Маруська, ты опять теперь сюда пришла мешаться? Иди поспи ещё, иди, моя девочка. Ой, мне вообще нельзя ни о чём говорить. Не успела вчера я вам рассказать об этой пряже. Даже не успела ответить на вопросы. Ну, то есть, я загрузила видео. И, конечно же, руки чесались попробовать её. Марусь, иди, ну не мешайся, пожалуйста. Дай мне контент снять. Вот. Смотрю, люди стали просить у меня артикул этой пряжи. Захожу на Wildberries, пряжи нет. Я даже не говорила ни про магазин, ни, ну, как бы, где её можно найти на Wildberries. Ну, это площадка Wildberries. Естественно, там сложно найти. И люди понаходили. Наши вязальщицы прям вот всё воспринимают, видят, что хорошая пряжа. Зашла, чтобы снять артикул, людям ответить, где же её купить. Всё, пряжи нет, друзья, нету. Нашли чисто по видео. Видимо, по цене, которую я озвучивала, набрали там в поиске лён. И поставили фильтры на цену. И сразу вышли на эту пряжу без моих комментариев. Всё, пряжи нет. Ну, а теперь давайте расскажу о моих впечатлениях. Это, друзья, на самом деле чистый лён. Он чувствуется, он грубый. И я вяжу в две ниточки. Значит, что хочу сказать по пряже. Да, это не итальянская пряжа, но очень-очень похоже. Если бы некоторые нюансы отсутствовали, то я бы, ну, вообще 200 лайков поставила этой пряже. Всё-таки здесь есть небольшие недостатки, чего я не находила в итальянской бобиной пряже. В этой пряже, друзья, попадаются, как сказать, ну, пакли, что ли. Я вот специально не выбрасывала. Давайте положим на чёрный фон, чтобы эта красота была вот здесь, здесь виднее. Сейчас я вам покажу эти пакли, которые при перемотке я обнаружила. Это честный обзор. Я повторюсь, что на моём канале только всё честно. Вот иногда попадаются вот такие вот штуки. Естественно, я это отрываю, делаю обрыв нити, убираю вот эту паклю и делаю узелок. Но пряжа настолько тонкая, что узелка, друзья, практически не видно. Так что вот, что я нашла в моточках. Это, конечно же, минус. Но этот минус можно убрать, потому что вязать одно удовольствие. Но это практически, вот я говорю, по ощущениям и по тактильным, и когда вяжу, это вот итальянская пряжа ленок. Вот я имею в виду вот эту пряжу. Ну, здесь лен с хлопком, но эта пряжа немного мягче. Но для занавески даже больше подходит вот этот наш российский ленок. Мне очень радостно, что в России у нас производят сейчас такую пряжу. Вот я вам сейчас просто рядышком покажу вот с этой занавеской из итальянской пряжи вот эта пряжа. Ну, вот прям по тактильным ощущениям, друзья, ну, очень-очень-очень близко. Ну, а если сравнивать цену, итальянской пряжи, допустим, вот этой бобинной, и цену 170 рублей за 100 грамм, друзья, за 100 грамм чистого льна, то, конечно же, вот это вот в приоритете. Сейчас очень дорогая итальянская пряжа. Она больше исчезает с нашего российского рынка. Но Россия не стоит на месте, как говорится, импортозамещения. А то мне там были комментарии, когда я озвучила, что санкции и тяжело купить косметику Лореаль, французскую, в связи с санкциями. Мне там были комментарии. А как же импортозамещение? Ну, такой язвительный комментарий. Да не всё сразу. Не сразу Москва строилась, я вам так хочу сказать. Будет и вашим кремам импортозамещение. Да ещё у нас покупать их будете. Я уверена в этом. Вот вам, пожалуйста, пряжа. Когда была такая пряжа лён в России, не прошло, как говорится, и года. И вот вам, пожалуйста. Так что вы сильно там не радуйтесь. Россия велика и большая. И всё у нас есть, в отличие от вас. Это я вот чисто от себя вам говорю. И заменим мы ваши французские крема, может быть, даже ещё и на лучшее. Конечно, когда человек привык к этим кремам, вот как дочь моя и кожа привыкла, естественно, что кожа, ну, не скажешь, что пока нужно найти новый крем. Ну, я не переживаю. Я думаю, что и эта проблема решится. Два лаптя по карте земли. Так что и крема тоже сделаем. Посмотрите, какие красивые у меня заставки на компьютере. Боже, как же я довольна компьютером. Раскупили даже, друзья, ноутбуки. Я там оставляла полную информацию о... Ну, короче, скопировала с Озоновской ссылки, где Лёшек покупал ноутбук, и отсылала в комментариях. Всё, друзья, ноутбуков тоже нет. Рекламодатели, вы где? Я жду ваше предложение. Обращайтесь, прорекламирую ваш товар, чтобы как-то продвинуть у вас торговлю. У меня это хорошо получается. Так вот, чем я занимаюсь сейчас? Не выходит же из головы вот эта занавеска. И сначала я планировала делать мастер-класс вот по вот этой красоте. Вот. Но это очень сложно здесь и для начинающих, и, ну, технически записывать этот мастер-класс. Ну, это сложно. Вот. Поэтому решила, что поскольку мастер-классы по петельной интересуют, конечно же, начинающих в большей степени, опытные и сами всё что угодно свяжут, поэтому для вас, мои дорогие начинающие, будет создан мастер-класс по вот этой занавеске. Очень красиво и, я бы сказала, очень-очень просто. Вот я начала, значит, занавеска будет состоять из полос. То есть, мы вяжем сначала полосы нужной нам длины, ну, и, соответственно, нужной ширины. Также можно связать и покрывало таким способом. В чём здесь фишка, друзья, в том, что, когда вы вяжете узкую какую-то часть, ну, допустим, вязание мотивами, там, навязываем мотивы, вот как мы вязали с вами покрывало из попкорна узор, да. Кстати, мастер-класс подробнейший есть на канале, бесплатный, друзья, по вязанию этого покрывала. Вот. Так что, вот такое вязание, когда вяжется какая-то полоска, какой-то отдельный мотив, а не сразу большая полоса, это вяжется быстрее на самом деле. То есть, что нам нужно? Нам нужно навязать несколько полос, а потом соединить их между собой. Сейчас возьму крючочек. Вот, видите, вот полосочки навязываются в определённом порядке, чтобы цветочки у нас находились по диагонали, а не в ряд так красивее будет. А потом вот эта вот часть, вот здесь, это идёт обвязка этих полос, и они соединяются между собой в полотно. Очень красивый мастер-класс. Можно закончить, вернее, связать эту занавеску как с прямым началом и концом, а можно связать вот как... Сейчас я вам покажу эту схему. Вот она, видите? Углом вяжется отдельная вот эта дорожка. Навязываем таких дорожек сколько нам надо, а потом она соединяется между собой. И низ у нас будет вот такой красивый углом. А можно связать просто прямо и как-то оформить низ красивенько. Можно кайму потом привязать, можно всё, что угодно. Так вот, друзья, я понаходила кучу... Вот одна схема, но здесь настолько всё непонятно, как вот это вот вязать. Вот она плохого качества схема. Схема. Что я сделала? Я нашла... Сейчас вам покажу. Другой похожий узор. Вот он. Здесь немножко по-другому оформлено вот это соединение. И здесь вот если приблизить, можно даже по, ну так скажем, по картинке. Здесь вот хорошо просматривается, как связать вот эту серединку. В отличие от той схемы, которую я вам показывала. Вот она, эта серединка. Вот эту серединку, сколько воздушных петель набрать, как их обвязать, я вязала, глядя на вот эту вот картинку. Конечно, в мастер-классе я вам всё это подробно, попетельно расскажу. Но мне сначала нужно, конечно же, навязать, связать хотя бы две вот эти вот полоски, попробовать соединить их между собой, чтобы я протестировала то, что я вам буду снимать в попетельном мастер-классе, а потом уже буду создавать мастер-класс по вязанию не только вот этого узора, а по вязанию вот этой занавески. То есть, мы свяжем с вами одну вот эту вот полосочку, потом сделаем её обвязку, вот эту, и уже потом в мастер-классе я покажу вам, как эти полоски будут соединяться между собой. Но мне очень, ну, очень нравится вот это вот. Вот незамысловатый узор, вяжется просто, друзья, на раз-два. Но как же красиво это получается. Я ещё раз убеждаюсь, что чем проще узор, тем красивее смотрится полотно. Но это просто бомбическая будет занавеска. Так что сегодня я делаю анонс нового мастер-класса уже не просто узора, а целой занавески. Но мне нужно время, повторюсь, чтобы всё это провязать, набить руку, и потом, конечно же, снять и показать вам. Значит, смотрите, друзья, ещё кто купил, всё-таки успел купить эту пряжу, советую вам её смотать в моточек из двух нитей, если вы будете так, как и я, вязать вот в две ниточки. Соединить обязательно. Я пробовала вязать от двух мотков, то есть, ну, вот так вот брала и начинала вязать. Мне пришлось делать обрыв, перемотать в моточек, соединить две ниточки и только потом вязать. Очень путается она, если, вот видите, ну, вот так тянется, между собой путается, в общем, это неудобно. Обязательно соедините две нити в один моточек, и тогда дело пойдёт, ну, просто намного быстрее. Значит, вяжу я крючком, так, нет, это не тот крючок, 1,25 Кловер, друзья. Вот, 1,25. Да, поступил комментарий по поводу, где купить крючки Кловер. Я вам там говорила, что я покупала в Германии на сайте Сьюшоп, назывался этот, ну, он, наверное, и есть интернет-магазин. Вот, и мне поступил комментарий, что лучше сейчас на этот сайт не обращаться, обращаться. Там идёт неуважение к русским людям. Ну, я понимаю, в связи со сложившейся ситуацией, в которой мало кто разбирается, но я не хочу поднимать сейчас эту тему, зачем и почему это происходит. Вот, поэтому сейчас я этот магазин вам не рекомендую. Ну, как говорится, какой ответ, такой привет. Пусть торгуют у себя для европейцев. А мы будем покупать эти крючки есть на Озон, на Вайлберис. Можно поискать их также в интернет-магазинах пряжи. Там тоже они часто бывают. Единственное, что я не советовала бы вам покупать на Алиэкспрессе. Ну, может быть, и придёт вот такой вот оригинальный, как сказать, настоящий, но много и подделок. Поэтому с Юшоп в бан. Всё. Вчера я вам показала вот эту идею с закрытием стёкол на кухне дешёвой силиконовой салфеткой из фикс-прайса и не рассказала, как я это делала. Здесь просто приклеено на титан. Но сегодня я хочу вам ещё одну идею показать. Можно связать вот даже вот это очень красиво будет смотреться. Если взять масштаб немножко побольше и связать вот этот цветочек из большего количества петель, ну, так скажем, увеличить его, да, посмотрите, как будет красиво смотреться. Это, конечно же, не сравнить вот с этой вот дорожкой из фикс-прайса, да. Возможно, когда я закончу то, что пока что намечено, чтобы не распыляться. Во-первых, на тот момент, когда я вот это делала, у меня не было, вот я ещё не получила вот эту пряжу. А цвета икрю у меня не было. Но сейчас пряжа есть. Мне хватит на занавесочку и, возможно, хватит, чтобы связать, заменить вот эту салфетку кружевом ручной работы и потом переделать. Посмотрите, как красиво это будет смотреться. Но это же вообще, друзья, не сравнить ручную работу и вот эту вот салфетку из фикс-прайса. Ну, а пока она пусть там будет. Стоит она, стоила 140, ну, 150 рублей. Когда я свяжу сюда ручное кружево, я её заменю. Ну, а пока вот так. Всё, мои хорошие, на этой ноте я буду заканчивать своё видео. Очень жду ваши комментарии. Напишите мне, как вам такая идея по поводу мастер-класса целой занавески. Будете ли вы её ждать? Нужен ли вам этот мастер-класс? Ну, и я желаю вам всего самого хорошего. Любите свой дом, любите своё жилище, вдохновляйтесь новыми идеями и всё у вас будет хорошо. Я вас всех обнимаю, всех люблю и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Ситникова. Спасибо. Ситникова. 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 Продолжение следует...